Добро пожаловать, мальчишки и девчонки. С вами ваша пустынная девочка-волшебница Невермор, и мы возвращаемся в первый классический фоллаут. Да, в хабе, как я обещал, отоварился. Не всё продал, не всё превратил в деньги. Хаб для нас оказывался слишком беден. Можно было бы зайти в Джонктаун, но это дело долгое, ненужное и бледное. Мы пойдём прямо в Братство Стали. Зря что ли мы страдали, зря что ли мы облучали, зря что ли мы тащили всё это на гробу своём. Идём прямо туда, сдаём квест на вступление и... О, а не за тебя ли мне, товарищ, рассказывали что-то интересное страннику, у которого есть что-то интересное? Не мог бы ты рассказать мне дорогу? А, например, что тебе известно, что Эдисенс? Маленькая община, головная радыш, добрый человек, крайне просто, скажем, интересное, и надо будет зайти и спасти Танди ещё. А у Джонктауня? Джонктаун, торговый город, странное место, пока к нему не привыкнешь. Заправляет у них честный мэр Киллиан Дарк Уотер. Видели? Хаб, главный торговый центр. Купить можно что угодно, и Некрополь страшное место. Думаешь, там могут быть полезные детали? Возможно. А что у тебя есть на обмен? На обмен у него тоже нет, возможно, это не тот мужчина, о котором мне рассказывают. В любом случае не задерживаемся, и да, вы правильно заметили, наш товарищ Ян бегает в хорошей классической боевой броне. Переоделить таким. Братство Стали, жди нас ближе. Да, мы всё ещё не занесли, вот, наша родная тринадцатая вещь, и мы всё ещё не занесли водяной чип, но у них там ещё дней на соточку хватает. А нам нужно решить разные хорошие вопросы. Плюс смотрят, что видели, что по правой стороне шла труба с надписью «Waste», то есть отходы, и шла прямо в водяной резервуар. Такое себе ощущение. Прямо скажем, такое себе. И, коротокрысы, вы вышли на тропу войны с совершенно нестой девочкой-волшебницей. Вот вообще нестой, кстати, что-то валяется. Мутафрукт. Всегда смущало, почему не так растут. На земле и сразу в ящиках. И да, мы явно выдали мощную пистолю. Он вдруг вспомнил, что в винтовке он действительно реально как-то не особо особо. Поэтому каждому выдали по пистолю. А особенно отдельно, учитывая, что навык натурала у нас 92, какой черт и мы сделали две случайных встречи, друзья мои. Там и одно и там много. Братство, здравствуй. Уровень 1. Винточку мы это приховаем немножко. И здравствуйте, паладин Кэббот. Привет. Ну, как успехи? Как им кверху? Вот, все готово. Отлично. Верховный Старейшина приказал мне забрать у тебя доказательства. Только после этого ты сможешь войти. Да, пожалуйста. Замечательно. Подожди, я сейчас открою дверь. Окей, и мы получаем еще один левел. Мы еще и старый не потратили. А смеху ради, не дали ли нам новый перк? И нам действительно дали новый перк. А мы могли бы потратить его еще раз на Гавруна. То есть получать уже 2 интеллекта плюс в разговоре. Это было бы сразу 9 и порешало бы вообще любые квесты. Или же, или же, или же. Что мы можем взять хорошего? Кроме хорошей упаковки и быстрого доступа к инвентуриям. Это не самое нужное. Образованный, возможно, но нет. Прилежный ученик, нет. Но, возможно, размах, да, но может быть. Странник. Да мы и так странствуем довольно-таки весело. Силитель и эмпат. Довольно занимательная способность, которая позволяет нам видеть хорошую реакцию своего собеседника. Но мы не ищем легких путей. Пожалуй, что мы даже перк сейчас брать не будем. Может быть, на следующем уровне. А пока что нет. Здравствуй, братство Сталя. Давно мы здесь не были. Лифт опускался пафосно долго, но это было прекрасно. Вот оно, вот это замечательное место. Даже сохранимся от счастья. А, увидите паладину. Добрый день, послушник. Чем могу быть полезно? И тебе приведет сестра по ордену. Приятно видеть, что в этой организации есть и женщины на таких должностях. Я так и знал, а не знал, а точнее, чего ожидать от такого названия, братства. Да, братья и сестры с зачатки феминизма были даже здесь. Конечно, есть. Двое из пяти старейшин женщины. Наш главный писарь – женщина. И мы даже рады, что в дорогих должностях у нас немало женщин. Хорошо. Женщин братства мы также называем братьями. Мы не зовем женщин с сестрами. Это же брат за Стали. В конце концов, они братство-сестринство. Ну, не знаю, не знаю. Женщина, которую называют братом, попахивает немножко Таиландом. А это уже не есть хорошо. А вам не кажется, что название братства подразумевает именно то, что оно должно состоять только из мужчин? Да, это странно. Я никогда особо о этом не задумывалась. Мы были братством Стали, сколько себя помню. У наших предков наверняка были причины назвать его именно так. Ну да, ну да, это были цисгендерные белые мужчины, поэтому они назвали это братством. О боже, ты еще сказал? Это заразно. Это заразно, друзья мои? Ну ты же не знаешь, что не может быть никаких изменений. Нет, нет, мы очень строго соблюдаем традиции. Не думаю, что когда-либо поменяем название. Меня совсем не беспокоит то, что ко мне обращаются как к брату. Хотя это, конечно, любопытно. Я думаю, стоит поговорить с Врией. Возможно, она сможет пролить свет на то, почему наши бредки стали называться братством Стали. А Врия-то одна из старейшин, да? Нет, нет, Врия-то, наверное, главный писарь. Она именно та, с кем те стоит поговорить, если у тебя есть какие-то технические вопросы. Но только не беспокой ее во время ночных медитаций. Ну да, ну да. А то вдруг она там не одна медитирует. А еще с одним братом, который, по факту, сестра. Маленький интересный факт в духе Шелдона Купера. Играя за мужского персонажа с высокой харизмой, с ней можно замутить. С этой барышней. И еще один маленький интересный момент. Вы видите охранника братства, охранника братства, охранника братства, охранника братства. Бытует также слушок, что есть здесь вырезанный квест на тему того, что один из братьев предатель. То ли Керас, то ли Берас, как-то так его зовут. И если его не найти и не вычислить вовремя, то у братства наступает апокалипсидец. Идея не самая лучшая. Поэтому будем искать. Плюс еще один квест, который просто наблюдательный. Мы должны подойти его вот сюда. Поставить и посмотреть на этих двух мужчин, которые дерутся. И запомнить, какой у нас показатель. Уйди, пожалуйста, перк. Показатель без оружия, 81%. В какой-то момент они должны додраться. Да, вот. Не поднимай центр тяжести. Точно так, но и надо сделать самое интересное пять раз. Ну, дети, сегодня вы занимаетесь боевыми искусствами. Занимайтесь, пожалуйста. В ближнем бою тех, которые вы используете, зависит от размера досягаемости и быстроты противника. Испытывайте врага при каждой возможности. Мужчина по имени Томас. Не торопитесь нападать. Малыш, попробуй стукнуть старенького дедушку. Не надо такое делать в реальной жизни. И получил по щам в ответ. Видели, как он потерял равновесие? Когда слишком вытягиваешься, раскрываешься для ответного удара. Старайтесь не раскрываться при нападении. Понаблюдав за обучением до конца, может быть, чему-то и научусь. Вот. Видите, эту золотую фразу. Я, кстати, сам не с первого раза узнал тратит квест. Поэтому понаблюдаем. Но вас я мучить не буду. И мы это сделаем за кадром. А сами получим результат. И заметьте, мы действительно получаем 5 единиц навыка без оружия. 5 единиц навыка холодного боя. И еще и 500 опыта за то, что мы за этим понаблюдали до конца. Довольно приятного, не стоит сказать. А и такой же маленький интересный факт. Тоже очень сильно занимательный. Что если вдруг вы от какой-то беды вкачались до самого максимального значения. То есть до 200 на то же без оружия. Все эти дополученные очки получаются именно в доп-очки. И можно тратить на любой другой навык. Хотя серьезно, кто качает один навык в фоллауте до максимального значения? И главное, зачем? Ну, теперь можно делать по квестам. А вот вы, мужчина, кто? Тихо. А вы? Томас. А где у вас главный над-над-над, ученик братства? Мне нужен ваш вот этот-то товарищ. Талус. Эй, чужестранец. Я слышал, что это тебя надо благодарить за возвращение моего пропавшего посвященного. Да-да, можете не благодарить, но деньгами отдаритесь. Что касается твоей награды, да я нам тебе выбор. Так вопрос-то не вопрос. Силовая броня, пожалуйста. Я прямо сейчас выпишу разрешение. Иди возьми ее у Майкла. Вот так вот мягко и ненавязчиво мы получаем халяву. Еще раз приветствую тебя, брат Невермор. Как могу тебе помочь? Где у вас тут лечебница? На втором уровне. Только спусти до второго этажа и поверни налево. Увидишь ее сразу за учебной комнатой. Ну я должен вернуться к работе. Будь вопросы, спрашивай. Так есть такие вопросы. Какие тут есть важные люди? Ну все вы важны, но я понимаю, что ты имеешь в виду. Есть Ромбус. Он наш главный паладин. А также старший рыцарь. Есть Ври. А наш старший писец. И конечно же мы не можем забывать нашего великого старейшина Максона. А Ромбус это кто? О, Ромбус мой лучший бро. Наставник, идол и отец. Все вместе. Он немного грубоват, конечно. Но положение отпростительно. Если мне нужно будет поговорить с ним, то он обычно находится в своем офисе. Ну я хотел сказать в комнате. На другой стороне уровня. За комнатой стража. А Ври-то? Ври-то одна из наших самых умных людей. И вообще из всех умных, которые встречала, она самая умная. Я думаю, что она родилась уже с хорошим знанием физики и химии. Она каждую секунду своей жизни направляет на исследования, анализы и так далее. Захочешь с ней поговорить, можно найти в ее комнате на третьем этаже. Ну и про главу всех глав старейшину Максона. О, Максон наш жесткий старик. Он про правнук или про-про-правнук, ладно, кто что-то запомнит, там не запомнит. Он потомок одного из наших отцовоснователей. И конечно является старейшим. Да-да-да, кумовство не слышали. Можно я отсюда? Ах да, у вас дверь открывается вручную. Извините, не знали. А, там пюсель стоит. Я думаю, что так дверь заблокирована. Пюсель стоит. А вы, товарищ случайно, не Майкл или будете? Здравствуй, брат. Чем могу помочь? Да, мне удали разрешение на получение товара. Не мог бы ты проверить, пришел он или нет? Дай-ка я посмотрю. По-мелочи немножко еще. Что ты здесь делаешь вообще? Не существует тоже великолепного, как наш паладин. Я просто забравляю складом, оформляю выдачу оборудования и других товаров. А если я хочу получить сверх нормы, как мне это сделать? У тебя должно быть разрешение. Только определенные люди могут дать разрешение на получение товара со склада. Ладно, а как мне получить разрешение? Таких людей немного. Прежде всего поговорю с Талусом. Но он тебе уже броню выдал. Можешь встретиться с матью, у него тоже есть возможность тебе помочь. А мать это где? Мать это сестинка Максона. Формально она ассистент главного старейшины, но работает и со всеми другими старейшинами. Обычно в комнате старейшины, они находятся на четвертом этаже. Спасибо большое. Вниматочная, нечеловеческая. Просто для проверки. Ты у нас старший паладин, ты у нас старший паладин, ты у нас старший паладин, ты у нас старший паладин. Старший писец и старший писец. Туда мы не пойдем. Склад закрыт, запечатан и страшен. Вынос кто? Брэндон. А вот тебя я не знаю. Добрый день, чем могу помочь? А что ты читаешь, мужчина? Это отчет, который я пишу. Я изучаю социальную динамику братства. Да ты что? И что ж ты выяснил? Точнее, очень увлекательно. Да, верно. Я изучаю историю наших предков и жизнь внешнего мира в довоенные времена. Мне кажется, братство очень напоминает средневековый орден топлиеров. И почему что этим занимаешься? Но братство в основном изучает точные науки и ведет прикладные исследования. Мы почти не уделяем внимания гуманитарным дисциплинам, психологии там и социологии. Но я считаю, что для полноценного развития нужно и то, и другое. И что же тебе удалось узнать, позволь спросить? Я понял, что устройство братства напоминает религиозную организацию. У нас строгая военная иерархия. Ее подкрепляет кодекс чести, перешедший к нам от предков. Учитывая накопленные нами знания, получается, что у братства всего два пути развития. Религиозно-технократическая диктатура и мирное наукоиндированное общество. Намек на две концовки братства. Еще третий. Приходят злобные мутанты, шпехуют, в смысле уничтожают вас, и все будет нехорошо. Ну что же может повлиять на выбор этого пути? Сейчас братство управляет старейшины. Вместе с верховым старейшином они и задают курс развития. Сильный лидер мог бы легко подчинить себе всех остальных старейшин. Поэтому главой братства должен быть мудрый и честный человек. К счастью, генерал Максон обладает всеми этими качествами. И тебе тоже спасибо. Я у тебя даже шкафы лутать не буду. Не потому что я такой честный, а потому что им просто уже некуда. Мы отправляемся на уровень ниже. Допустим, на двоечку. И что это у нас за странное место? О, похоже на медицинскую отсеку. Скажи мне, пожалуйста, это медицинская отсека или не медицинская отсека? Не волнуйтесь, она любит пошутить. Она это кто? Добрый день, чем могу помочь? А вы проводите половые, в смысле-то усилительные операции? Конечно, но они стоят дорого и требуют много времени. А немножко поподробнее. Ну, я могу сделать вас сильнее, восприимчивее, выносливее. Повыть вашу обучаемость и ловкость. Каждая операция дает что-то одно. Что именно вас интересует? Все сразу. Ну, допустим, сила. Это простая операция, но после нее нужно долго восстанавливаться. Стоимость 2000 монет, а период 3 недели. И вот она до кавыкушка-то подъехала. 3 недели, Карл. Мы можем себе позволить эту операцию, но 3 недели. 3 недели – это 21 день. У нас на возвращение в родное убежище останется не так уж и много. Спасибо, но мне это не подходит. А давайте-ка немножко оценим диспозицию своих сил. Что нам действительно нужно? Ну, кроме удачи, которую сложно сделать операцией. Повысть выносливость? Не особо-то и хотелось бы у нас силовая броня. Восприятие, возможно, интеллект. Пожалуй, что интеллект или привлекательность. Эта девушка, делающая себе пластическую операцию ради, где моя силовая броня делалась? Что это сейчас было? Нас без нас раздели. А по поводу операции? Интеллект. Это самая сложная и опасная операция. Она отнимет у вас 3 недели и обойдется в 6000. Спасибо, но не надо, пожалуй. Вот это самое грустное. Мы можем, но мы не можем. Эх, время. Как же тебя не хватает. Давайте. Джерри молодой посвященный. Эй, приветствую. А ты должен быть брат Невермор, да? Тебя недавно посвятили. О, меня с Джерри зовут. Я соседую по комнате. Я тоже посвященный. А я так долго и тяжело учился. А тебя посвятили в рыцаря или писцы? А я думаю, что в рыцаре. Хотя мне вообще не сказали, куда меня посвятили. А да, быть рыцарем здорово. Много всего досмотришься, всем поучаствуешь, можно делать всякие устройства. А я еще сам не решил, куда меня тянет. В рыцаре... В рыцаре, да, тянет, тянет, точно в рыцаре тянет. Я тебя еще не утомил, не? Кое-кто говорит, что я слишком назойлива, много болтаю, но я думаю, что они просто ничего не понимают. Мне просто есть что сказать. Да, не совсем. Да, ну я тоже так подумал. Да, кстати, рад, что мы будем с соседней в комнате. Мой сосед прежний все время задакал уши ватой, но не могу понять почему. В общем, в любом случае, оставайся тут сколько хочешь-то. И вещи свои оставляй тут. Моих вещей тут мало вообще. Хочешь спать на верхней кровати? А я с тобой помяться могу, если хочешь. Ты ведь не храпишь, да? Да, не храпишь, нет? Ясно, понятно. Учитывая, что у нас в комнате будет двое, а тут раз, два, три, четыре трехъярусной кровати, такое странное ощущение. И да, по поводу шкафчиков. Какой из них мой, какой из них Джерри. Хотя они оба пустые. О чем это я? Дверь. Почему-то закрыта. Дверь заперта. Песца посвященного видим и рыцаря посвященного. Возможно, потому что сейчас... Да, нет, мы не можем тратить просто время на операцию, 98 дней. Надо убежить еще недолго, но время-то, бог ты мой, время. Давайте до полудня подождем, чтобы все вышли на рабочее место. И дверь все еще закрыта. Довольно удивительный факт. Ну, эти рыцари и писцы вроде бы неминные, поэтому особо не переживаем. А вы кто? Граждане. Преподаватель для посвященных. Прошу прощения, но я не могу говорить прямо сейчас. У меня сейчас занятия, которые нужно вести. М-м-м, известно, понятно. А мы можем поучаствовать, нет? Третий уровень. Похоже, лабораторный. И что это манит нас вот из этой части базы? Из-за восточной. Что это такое интересное разложено у них? Ах, это детали силовой брони и еще одной. Ну, как же так же. Кто из вас главный? Рыцарь и... Рыцарь Пауль. От Рейда, что ли? О, в полку посвященных прибыло. Добро пожаловать на борт. Чем могу помочь? Что ты здесь делаешь? Я Пауль, глава отдела исследований энергетического оружия. А что за энергооружие? Ну, лазеры там, плазмометы. Как ни назови их, я это делал. Только как минимум собирался в части. И что, можно мне такой же? А тебе нужно получить разрешение от Майкла, чтобы получить оружие. Но он не может дать тебе права его носить. За этим требуется область язык Таусу. Мясно, понятно. А еще вопрос. Хотя ты, похоже, этим не завидуешь. Вы мужчина? А, да, так это ты, да, да, да. А отчел ты кто такой? А меня зовут Кайл. Я никогда ничего не видел. Живой миф. В смысле, живой миф? Что это значит? А ничего, это никто не занимается со времен Древнего Ордена. Возможно, у него винтики за шпунтики зашли, поэтому говорит странными фразами. Зачем они... А, это он про наше путешествие в свечение. А зачем они меня туда отправили? Наверное, пошутить хотели от тебя избавиться. Хорошо, пошутили. А что ты здесь делаешь? Да, вот, чиню всякую фигню, провожу проверки оборудования, всяким таким дерьмом занимаюсь. Это какую-то кафигню? Да, вот, силовую броню, там тоже начинь. Да ты что вы говорите, такой мужчина, а где можно достать еще одну? Ну, я мог тебя дать, прям силовую броню сейчас, но у нее не хватает светолического мотиватора. Без него она бесполезна. А где ж такую деталь достать можно? Да, у них больше, чем нужно на складе, но Майкл-то со своими чертовыми формами говорит, что не соответствует спецификации. Чертовы бюрократы. Что еще не соответствую? Он видит, что это окуляр-то. А мне пришлось его припаять на место, и теперь он не выглядит достаточно аккуратным, чтобы он прошел инспекцию, правда? Значит, если я принесу девять статологический мотиватор, ты мне его починишь. Эй, подожди, дружище, это займет немного-немало пару часов, я могу дойти инструмент и инструкцию, он ремонтирует будешь без меня. Ну, а кроме Майкла, где еще можно достать? Ну, у Ромбуса там парочка есть. Хотя я не стал бы у него просить такой костюм. Только почетные люди должны носить такую мощную броню. К тому же у него какая-то, естественно, привязанность к ним. Ну, как привязанность, так и отвязанность. А давайте просто поинтересуемся. Просто песец, просто песец, просто песец и просто песец. А там просто рыцари посвященные, да? Да. К Ври мы пока не зайдем, а вот к Майклу можем сходить. А вдруг он за красоту нашу неземную выдаст нам таки этот систолический мотиватор? Потому что второй вариант вообще нехороший. И, как ни странно, Ромбус почему-то не выходит в главный офис. Ромбус уже 12. Мутантские птички давно поют. Пора на работу. Здравствуйте, товарищ Майкл. А есть такой вопрос. Муж ли ты мне помочь? Не думаю, где с дороги нет. Кто? Вот, мне нужен ситолийский мотиватор. А на тему разрешения... Ммм... Нет, но из матчасти должны были еще вчера прислать. Послушай, ну может ты мне поможешь? Если я не прессую эту деталь, меня просто вздрю сейчас. А я займёт девушка. Это будет очень неприятно. Форму пришлются дня на день, буквально послезавтра. Максимум 2-3 недели. Ладно, держи. Только не говори никому. А то все попрошу сюда на халяву. Вот он. Было бы там две брони, мы бы ещё к ромбусу зашли. Но нет, мучение осталось, и нас обошли стороны. А, спасибо тебе, просто писец. Монитор и Брэндон. Это именной писец, кстати. Ммм. Именной писец Брэндон, который ни на кого не реагирует, ничего не решает. Ладненько. Слышали, видели, плавали. Дайте мне еще одну силовую броню, пожалуйста. У нас он тихо ходит неодетый. Напесили бы что-нибудь напяли, но, к сожалению, нет таких модов. Дайте, 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 дайте. Вот что значит раскачаным приходить. Дипломатия решает все вопросы. Итак, вот деталька. Он и устанавливает броньку. А теперь нужно взять инструкцию и как в икеевском шкафе все собрать. И главное не ошибиться. А, так нам даже не инструкцию дает. Она дает просто учебник по механике. А мы таких накупили в хабе, там есть хороший магазинчик там. Рядом с торговцами оружия. И прокачали наш ремонт до 82. Ну, предположим, что пока сеть до 84 тоже будет не лишним. До 83. Замедляется после 80. Тем не менее. Ремонт. Вам не удалось отремонтировать броню. Не заставите меня тратить очки опыта на вот это. Спасибо большое. Вот она, наша красавица. Ну что? Тихо. Я броню получил раньше. Ты получишь чуть позже, но твоя будет в разы краше. Если влезть, конечно. Что и требовалось доказать. Давай сюда тачек движения. И ти же пасати же. Давай сюда даже гранатомет. Не дай боже, ты его еще и залутаешь. Для этого предмета нет места. Сколько она весит? Давай. Утувар для гранатомета. А это уже не влазит нам. Боль. Печаль. И адские страдания. А кому из вас двоих можно сбросить обычную броню? И да, от своих скорпионих хвостов я не откажусь. Скорпионих хвостов это. Ван лав. Для этого предмета нет места. А-а-а. Ладно. Дойдем с другой стороны. Хоть сюда и все. Как мы это делали в хага. Никому не трогать. Пес охраняй. Тихо. Уж не знаю, что с тебя еще можно взять. Влезет? Влезло. Да, замечательно. Дружочек. Давай обговорим тактику. Используй лучшее оружие, во-первых. А во-вторых, поменяй просто броню. Понял, принял. И приоделся. А, как это красиво. Теоретически вес его, да, 158 фунтов сверху. Наш грузовой мул стал реально грузовым. С огромнейшим запасом. Вот теперь можно пообщаться и с Ври. Госпожа Ври. Просто интерес удля. Вот и там. Приветствую. А я вас здесь раньше не видела. Не завладелись ли сейчас, молодой человек? Я ищу госпожу Ври. Я помощник Ври. Сама Ври вон там. Да вы что? А почему вы так в начальном месте стоите? В смысле, чем вы занимаетесь как помощник Ври? Моя область специализации – история братства. Похоже, что большинство людей вокруг уже забыли о важности нашей истории. А нет, мы, знаете ли, встречали такого молодого человека на первом этаже. Ну, что вы можете нам рассказать? Ну, приятная вещь, что кто-то интересуется нашей великой историей. В отличие от остальных. Итак, этот диск содержит наши самые ранние записи. Спасибо. Не туда нажал. Диск, который вам дала София. 98 дней. Диск Софии. Сила и броня спецификации. О. Кстати, нам это дали. Диск, древняя запись братства, запись ВР, радиосвязь мутантов, запись Софии. Массовый исход с проклятой базой стал великим испытанием для мужчин и их семей. Хотя им не грозило радиоактивное загрязнение, они были вынуждены бороться с загрязнением, которое поразило само человечество. Бродящие банды бородеров неоднократно пытались напасть на эту благородную группу. Сами парни были вне опасности, поскольку были облачены силовую и силовую броню. Члены их семейств не были так удачливы. Как только паразиты поняли, что их легко отгоняют, они начали стрелять безоружных людей издали. Они прервали многие жизни, но за каждого потерянного из исхода, погибшего таким образом, наши благородные братья взяли две жизни у пустоши. Наконец предки прибыли в безопасный бункер. Капитан Мэксон, великий спаситель, провоспросил это место нашим новым домом. И было все хорошо. В течение времени бункер стал нашим домом, нашим храмом и нашим спасением от ужасов внешнего мира. Мы начали строить и пересоздавать нашу крепость нечто великолепное. Такой красоты, лишенной технологии мира, никогда не видел прежде. Но все же были те, кто алкал большего. Эти беспокойные души потребовали, чтобы мы вразили свой взор на юго-восток, где, как поговаривали, могли быть найдены ключи высокой технологии. Капитан Мэксон предупредил этих юнцов, что исследовательский комплекс был несомненно разрушен после нашего спасения. Но они не вняли его словам. Они взяли свою освещенную броню и отправились на поиски своего Грааля. Но не раньше, чем в суе произнесли имя спасителя, подвергая сомнению его храбрость. О них мы больше ничего не слышали. А мы слышали, видели, даже щупали. А скажи мне, София, что можешь еще рассказать? Об истории братства. А, она отдала уже диск. А еще вопрос, что здесь делаешь? Помощник ври, это мы уже видели. Ну ладно. Приветствую тебя. Прекрасный день для учебы. Чем могу помочь? Я думал, что это прекрасный день для рыбалки, но не хей-хо, так не хей-хо. Я знаю, что ты главный песец. Но что это означает? Я сохраняю знания наших предков для будущих поколений. Интересно. То есть ты в этой ботве разбираешься? Борь, что за феня? Да. Я полагаю, что ты можешь считать, что я разбираюсь в ботве. У нас наука на сотку прокачала. Ну какая же ботва? Чем я могу тебе помочь? Вам нужны информации свечения? Продолжай. Вот диск информации про вирус эволюции. Удачного дня. Спасибо за помощь братству, конечно, да, но всего 100 очков опыта. А у нас там он не один. Продолжай. Диск с экспериментом Альфа. Удачного дня. Еще столб-то. Чем я могу тебе помочь? Продолжай. А у меня много информации. Диск с экспериментом Дельта. Причем эксперименты бета-гамма мы так и не нашли. Хотя вроде бы смотрели все шкафы. Удачного дня. По 100 очков опыта. Продолжай. Информация о вирусе из главного компьютера, данной скопированной с пи-бой. Тут даже спасибо не сказали. Чем я могу тебе помочь? Продолжай. У силовой брони. Еще столб-то. Чем я могу тебе помочь? Продолжай. И у сотрудника безопасности. Возможно, это врезанные возвращенные квесты, потому что я их не помню особо из базовой игры. Чем я могу тебе помочь? Мне кое-что говорили о гулодисках. Как их читать? Используй свой пипбой 2000, чтобы читать диски. Ставь диск в ридер. Если у тебя есть надлежащие компьютерные навыки, ты сможешь просмотреть данные. Я просто напомню, что это было на заре становления вообще CD-дисков, а первый Fallout делался, прости господи, под DOS. Поэтому тогда это было актуально. Но где я могу получить такие компьютерные навыки? Братство создало несколько автоматизированных курсов, которые ты можешь пройти. Вот, я тебе покажу. Покажи. Господа, отойдите и не мешайте ври показать мне. Во, спасибо. Использую этот терминал, чтобы поизучить основы компьютерной грамотности. Урок заканчивается через 6 часов. Вы измотаны. Но теоретически, это стоило запомнить изначально. Мы повысили на неплохое значение свой навык науки. У нас где-то было около сотки. 101. Теперь 131. Немаленькая прибавочка. Жаль, что единоразовая. Чем я могу тебе помочь? А скажи мне больше о оружии, которое мы тут делаем. Поговори с рыцарями. Попроси, чтобы они показали тебе один из последних лазерных пистолетов моей разработки. Спасибо, поговорю. Но другой вопрос есть? Продолжай. Что-то о голодисках, как читать, мы уже знаем. Но как предотвратить радиационное заражение? Тебе понадобятся антирадиационные лекарства. Там еще фраза «вот возьми». Не медленно прими дозу, если думаешь, что возле источника излучения. Продолжай. Еще вопрос. А что вызывает мутации? Со всем этим ядерным и биоэнергетическим оружием, которое было использовано в войне, удивительно, что у нас еще сравнительно мало мутаций. Впрочем, если мы сможем протянуть еще некоторое время, все будет хорошо. Знаете, что меня смущает? Из какого места у нее начинается хвостик, потому что сверху она лысая? Но скажем, с чего вдруг? Все мутанты, которых я изучала, были бесплодны. Они не могут спариваться с другими существами. Если бы нам удалось уничтожить источники мутагенеза, то мы бы просто пережили мутантов. Да, интересная теория. Но какие ваши доказательства? Вот, возьми этот голодиск. На нем копия отчетов о проведенных мной вскрытиях трупов мутантов. Они со всей очевидностью подтверждают, что ни один из мутантов не смог бы успешно размножаться. Спасибо, но есть еще вопрос. А, голодиски? Спасибо. Вот, где же там твой голодиск-то? Это диск Софии, голодиск ВРИ с отчетами о вскрытии. С загрузочкой остаются и не с оптом и получаем. А, ну давайте подумаем. Записка интервентов в ВРИ. У первоначального наблюдения. Поразительно. Некоторые рыцари во время патрулирования наткнулись на необыкновенное существо. Оно кажется гуманоидом. И вполне вероятно было когда-то человеком. Тем не менее, в организме этого существа много отличий от человеческого. Первичное обследование существа показывает, что оно имеет клеточную структуру, похожую на человеческую. Прежде чем успеют изначаться любые возможные процессы разложения, я привожу статистику по объекту. Рост 3,2 метра. Всегда задумал, сколько методомбутанты роста. Масса 363 килограмма. Серьезно? Ну, 180 еще ладно, ну, 363, ничего себе. А пол неопределен. Так там же вроде просто. Мальчик, девочка, да. А цвет кожи? Преимущественно серый с оттенком зеленого. В данных условиях освещение, конечно. Нет уверенности, был ли цвет вызван разложением или воздействием пустошей. Примечание. Кожа крепкая, трудно разрезать скальпелем. Состав массы. 77% мускулы, 10% кости, жира всего 3%. Ничего себе, мускулистая, зараза. Ткани 934. Клеточная структура. Клетки делятся с увеличенной скоростью. Митоз происходит на 15% быстрее, чем у обычных людей. Клеточная структура весьма похожа на человеческие. Клеточная структура показывает сильную корреляцию между объектом и видом хомо-сапиенс. Первоначальная гипотеза. Основываясь на увеличенном размере нервных передатчиков и синаптических приемников, могу предположить, что объект обладал отличной реакцией и острыми чувствами. Много разных вскрытий. Есть гипотеза. Основываясь на наблюдениях, предполагаю, что объект исследования был убит в серьезный борьбе с как минимум двумя людьми и тремя животными размером с собаку. Но удивительнее всего, уровень вирусных инфекций объекта. Я читал, что когда-то некоторые довоенные ученые проводили эксперименты с таким вирусом, но все материалы исследований были уничтожены. Да, вот не поверите, да? А вот не были. Есть предположение, что где-то он производится и получаются такие мутанты, но где неизвестно. Придется нам поискать. Сперва, конечно, на четвертый этаж. Кстати, господа, песец, песец, песец и... ври. А мне тут обещали за лазерный пистолет поговорить. Сам пистолет нам не нужен, мы его свечей не находили, но может быть ради опыта? Исключительно ради опыта. Вот вы, мужчина. Ври сказал, что я могу осмотреть новое оружие. Да, да, ту самую модель. А можно себя оставить? Это тебе вряд ли пригодится. У него еще нет линз с прицелом. Если ты действительно хочешь получить такой пистолет, обратись к Таласу или Майклу. Жадные вы все. Всего-то две брони с вас выцегонило, а уже больше ничего не дают. Давай, четвертый этажик, и мне отдельно доставляют вот эти тройные двери. Гаражик гораздо круче, чем наше в убежище. Четвертый этажик. И вон они старейшины. Вот они не старейшины. Вот компуктер волшебный. А нам нужно генерал Максон не в силовой брони, а его помощница Матья в силовой брони. Здрасте. Мои приветствия посвященному. Значит, удалось выбраться из дрени молоднянжевы? Пардонте, Моа, а вы кто такая? Меня зовут Матья, я официально Сетенко Максона. И еще я слежу, чтобы никто не доставал старика. Пардонте, ну как-то неуважительно особо. И не что ты, он хороший парень. К тому же я не стал бы ему грубить, если бы он был рядом. Он буквально в шаге от тебя. Если братовый шаг в силовой брони, то полшага от тебя. А так, какие у вас обязанности, какая сетенки? Я делаю всю бумажную работу. Он не должен этим заниматься, чтобы беречь себя. Кроме того, если он разрешает смену оружия кому-то из братьев, я провожу заказ. Спасибо. Здрасте, товарищ Максон. Привет, молодежи. Каббот сказал, что ты хочешь поговорить. Слушай, я... Я тут довольно неплохо заработал, так что я... Я помогу тебе. Но только в том случае, если ты не будешь слишком сильно разевать рот. Понимаешь, чужаки, они такие... Постоянно трепятся. Типа меня. А? А вот помните, как в Симпсонах предсказали президентство Трампа за лет 20 до того как, да? А в Фоллауте предсказали президентство Байдена. И тоже за лет сколько-то как. Похоже, здесь кто-то готовится к войне, но никто не знает с кем. Ну, торговцы из Хаббет сказали нам, что группа караванов исчезла на пути к северу. Думаю, что в горах находится армия. А у меня вот есть доказательства того, что это та самая армия виновата в исчезновении караванов. Это армия мутантов. У нас есть причины для беспокойства, они выглядят весьма грозно. Значит, ты понимаешь, в чем проблема. Чтобы выжить, нам необходим кто-то, кто знает внешний мир, такой как ты. Тогда я пройду и разведаю местность на севере и доложу результат. Причем совершенно бесплатно. Хорошо. Что еще ты желаешь узнать? Ну, бесплатно не значит, что без оружия. А можно мне новое? Полагаю, тебе следует поговорить об этом с моим ассистентом-матей. А спасибо и счастливого вам пути. Окей. Макс отдал тебе смену оружия. Что ты выберешь? Винтовочка снайперская, гранатомет, лазерный пистолет, силовой кассет или потрошитель. Пожалуй, что здесь мы еще не щупали снайперскую винтовку только. Ну вот. Рады, что ты на нашей стороне. Я так понимаю... А, доставка я даже. Ну, надо же. Какая прелесть. Спасибо. Должны не будем, но припомню. Старейшина, мы зайдем уже в самом финале, когда нам будет нужна помощь. Но пока что... Посетоку-посеку-ку время нам позволяет. Мы таки вернемся в родную тринадцатую убежищу, друзья. Там нас уже заждались. Да и продвижение головного квеста как бы обязывает. А здесь... Не знаю. Если здесь остался... Точнее, если здесь врезали назад квест с предателем, это будет интересно. Но братство вам пролюбим. Ну, а нет так и нет. Давайте наверхотолку. Кстати, Кэп от Засыня. У нас две силы в броне. Чем я могу продолжать? Что-то интересно я не видел, нет? Некоторые послушники считают, что мы готовимся к войне. Именно поэтому сейчас к нам так трудно попасть. Честно говоря, я очень удивился, когда верховный старейшина приказал впустить тебя. Да, то типа раньше выпускали всех желающих. Ну, почему так сейчас? Нет, не знаю. Но я слышал, что у нашего верховного старейшины есть какие-то разногласия с другими старейшинами. Да, по поводу охраны южной границы. До свидания. Все не как в Конгрессе, а в смысле на совете старейшин не договорятся. Ну, это такое себе. А другое дело, что в Борощай Бункер Лофт Хиллз мы отправляемся сугубо на север. Прямо в самое убежище. Может, все-таки реально с Дженттаун зайти. Хотя мы будем потом на юг возвращаться. И вот такой крюк нам делать не нужно. Давайте, наверное... Да, 13-ое убежище. По неразведным территориям. Там тоже есть что сделать. Буквально пара квестиков. Поэтому сдаем наш вадебный чип, мы далеко не сразу. И странно, раньше вроде бы двигались быстрее. Сейчас скилл натурал стал больше. Силовая броня краша, а двигаемся мы медленнее. Что же за ситуация такая невеселая? Скорпион пытался убежать, когда понял, кто на него вышел. Но было поздно. Бедняжка. Плюс, насколько я помню, малые скорпионы действительно врезаны в игру. И не эндемичны для первого фоллаута. Вроде бы изначально здесь были только большие скорпионы. А детеныши добавились уже во второй части. Здравствуй, убежище 13. Кстати, нам доступны вообще все. Это же убежище. Начнем со входа. Здравствуйте, дамы и господа. Плохо в таких местах раньше, но ни разу в этом не был. Похоже, там чисто и красиво. Немножко слишком чисто на мой вкус. Знакомая фраза. Прекрасно выглядишь. Все эти слухи полная ерунда. Какие еще слухи? Чернявые. Какие еще слухи? О чем вам? На что похож внешний мир? Во. Подобро пожаловать обратно на Вармор. Как продвигаются поиски? Да, нормально все вроде бы. Хорошо, хорошо, продолжай работать. Да, знаете, если что-нибудь потребуется. Знаю, у тебя с торговаться бы хотел. Лечение мне. А с тобой все в порядке? Иди сюда. Ладно, ладно, шоколадно. Давайте на второй этаж. Один из первого квеста начинается там. Здравствуй, второй этаж. А пообщаться нам нужно будет с одной рыжей барышней. Такой же рыжей, как мы сами. Здравствуйте, девушка. Тереза. Привет, Невармор. Как твои путешествия? Ну, потихоньку идут, но не очень хорошо. Ключевая фраза не очень хорошо. Вы как жалко. Надеюсь, тебе скоро выдастся найти чип. Да, знаешь, с учетом их неприятности, да по карманам шарится, да где мы его отложили, это потребует много времени. Да. Потому что я читал, и я могу судить, что снаружи не так уж и опасно. Но ты это знаешь лучше меня, не так ли? Подруга, да не попутала ли часа? Туть в том, что они должны собраться на собрание и решить отсюда уходить. Неплохи оба варианта, даже если они уходят, и даже если они не уходят. Ну, реакция довольно странная. Окей. Гражданин убежище... О, Синди, слушай. Заметьте, оружие барышни проименованы. Привет, Невермор, тебе удалось найти водный чип? А, пока что нет, но я знаю, что найду его. Как у вас, кстати, дела? У нас беда, кто-то ворует воду. Мы теперь все на грани выживания. Да ты что? И кто же это может быть? Кого-то обвинили в краже, и тут же начались ссоры и драки. Но никто не знает, кто на самом деле виноват. Ясно, понятно. Это ж какой же негодяк, как же крысы-то у своих воруют. С третьего этажа, с закрытого склада. Куда это вы так побежали? Привет, Невермор. И теперь не хворать. Как жизнь? Плохо себя чувствую. Кто-то вломил мне по голове большой трубой. Я пошел к врачу, но голова все равно раскалывается. Надеюсь, что кто-то понимает, поймает сопляка. Но зачем она это сделала? Да напали на меня, когда я тут засиделся очень поздно, однажды ночью. Обычно-то я иду домой определительно восемь. Но задержался, потому что у нас украли часть воды. Я проверял запасы. А в следующий момент уже лежу в медлаборатории с огромной шишкой на голове. Тут все катятся в тартарары. Скоро начнут убивать за стакан воды. Не знаю, что нам с этим делать. Ну, посмотрим, посмотрим, что я с этим могу сделать. А, они выстроились в очередь на получение паючка. Хм, какая довольно занимательная ситуация. Честно сказать, особо не помню, как эта квестка решается. Но точно помню, что решается из-за угла и где-то ночью. Ух ты мой, сколько их здесь есть. А давайте попробуем подождать. Все в ней протеряли на одно братство. Скажем, до полуночи. Когда они все разойдутся. И смотри, что действительно кто-то идет. А кто у нас такой интересный, что мы от него даже спрячемся под столбоем? Еще заметил нас, гаденыш. Идет так странно. Вроде я не при делах, просто гуляю по ночам. В библиотеку решил заглянуть. Да-да, мужчинка, не стойте там. Двигайте дальше по квесту. Если нашего с дверях не заблочили. Ах, да, двинулся таки. А мы идем за ним, а мы идем за ним, а мы идем за ним, а мы идем за ним. А куда это ты пошел? Стоит, разум. Что ты тут делаешь в такое время? Так это, судье обещал волновался. Что, мне приснится кошмар. Я вообще вздохнуть не мог. В библиотеку ходил. Да, но еще вора, который коротит воду. Поэтому мне нужно посмотреть, что у тебя здесь в кармашке. А не трогай меня, я ничего нету. Стоит меня в покое. То есть, по-хорошему ты решать не хочешь, да? А в пулю в голову не хочешь? Ладно, ладно, мне скрывать нечего, смотри. Вот, преступник сам себя выдал. К сожалению, мирного решения не будет. Он еще и женщин бьет. Негодяй такой. В результате куся за бочок. Преступник был обнаружен. Орудие преступления и сам момент преступления были на нем. Другое дело, что мы там... Вот странно, наши заходят, а мы зайти... А, ну да, там ян стоит. Можем зайти. Пустите меня, я хочу залутаться. У меня новая грузоподъемность. Смотри-ка, стимуляторы. А нас выпускали просто голыми боссами. Со старым пистолетом. Хотя, по общему содержимому, все было украдено до нас. И где вы гагдевали, лишенца? А, дождем еще немножко до утра. Или скорее даже до полудня. Или скорее даже до вечера. Гражданин чернявый охранник. Возвращаться не собирать? Вроде и нет. Но главное, что квест мы сделали. Водяной вор был наказан. Давайте-ка еще на второй этаж к сходим. И собираться и бубуньтесь, они не хотят. Потихоньку иду, спасибо. Да слышать. Я знал, что внешний мир не может быть таким ужасным, как все говорят. Я думаю, наши предки жили снаружи, верно? Но этот паранойик смотритель не разрешает нам выходить наружу. Смотритель просто пытается защитить нас. Внешний мир опасен для неподготовленного. Наверное, я всегда полагал, что он малость подвинут на идею власти. Но он не стал бы смотрителем, если бы действительно не заботился о нашей безопасности, не так ли? Думаю, нам стоит подождать и посмотреть, не получишь ли это чип. Вот и хорошо. 750 опыта за то, что мирно успокоили революционную фракцию. Но теперь можно и к смотрителю. Закрыть-таки главный квест. Гражданин-смотритель. Или гражданин-офицер убежища. Почему дверь в убежище заперта? Так это же держать оружие до слигаемости нельзя. Доступ нужен. А у кого есть доступ? Так, смотрите, Илья, и служба безопасности, и всё. Ну, значит, нормально. Мне тоже дали доступ, но что такое ваше оружие по сравнению с тем, что есть у нас? А вот вы, барышня, кто? Гражданин-убежище 13. Здрасьте, смотрите. Тебе удалось найти чип? Да. Прекрасно. Дай его мне. Проверим, работает ли он. Да, пожалуйста. Оки-доки. Минуточку. Сейчас чип инициализируется. Вот, 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 вот. Пошло, поехало. Внутренняя проверка зелёный. Перезагрузка прошла успешно. Ха, заработало. И у нас тут и есть герой. Хо-хо-хо. Мне просто интересно, как у него ламповый компьютер так быстро инициализировал, загрузился. Ну ладно, ничего особенного. Особенного? О нет, это было нечто совсем особенное. Не скромничай, твоими усилиями спасено множество жизней. Хорошо, теперь мы готовы выслушать твой отчёт о происходящем снаружи. Пожалуйста, пройди в библиотеку. Хорошо. Пройду и даже получу свой левел. И Ян повысил свой левел. Смотри-ка, радиация на них не действует, а вот это действует. Вы записали отчёт с библиотечной компьютерной системы. Вы должны теперь вернуться к смотрителю, чтобы закончить дело. Вернёмся. Обязательно вернёмся, но уже, друзья, в следующем эпизоде. Пока что традиционная маленькая пауза. Не забываем про наш Телеграм, Дискорда, ВКонтакт. Ссылочки под видео в описании. Всем удачи, до встречи. И увидимся немножечко попозже.